Известно около 400 видов кольчатых червей, относящихся к классу пьявок. По внутреннему строению пьявки мало отличаются от обычного дождевого червя, поскольку несколько десятков миллионов лет назад они произошли от его древних сородичей. Для пьявок характерно вытянутые, слегка уплощенные в спинно-брюшном направлении тела с постоянным числом сегментов. На переднем и заднем концах расположены присоски. Параподий, щетинок и жабр у пьявок нет. Подавляющее большинство пьявок – пресноводные организмы. Однако некоторые из них, например, рыбья пьявка, могут жить в солоноватой воде лиманов. Пресноводные пьявки способны жить не только в воде, но и выходить на сушу для откладки яиц. Кроме водных пьявок, известны и такие, которые полностью перешли к наземному образу жизни и поселились во влажных тропических лесах. Большинство пьявок – кровососы. Но есть виды пьявок, которые не способны сосать кровь и ведут хищнический образ жизни. Например, ложноконская пьявка поедает менее крупных червей и даже нападает на рыб. Настоящих паразитов среди пьявок нет. Лошадиная пьявка может сосать кровь только из слизистых оболочек, так как ее челюсти малы и слабы и не могут прокусить кожу. Она обитает в небольших водоемах и когда млекопитающие или человек пьют из них воду, попадает к ним в ротовую полость, а затем в носоглотку и гортань, вызывая кровохарканье и кровотечение. Для использования в медицине пригодна лишь медицинская пьявка. Она бывает разных цветов, от черного до зеленого и даже красно-бурого, но отличительной ее особенностью можно считать полосы на спине, желто-зеленые бока и пестрая брюшка. На голове пьявка имеет 10 маленьких глаз, расположенных полукругом, 6 спереди и 4 сзади на затылке. Передняя присоска, окружающая ротовое отверстие, снабжена тремя крепкими челюстями, на каждой из которых имеется до 60 зубчиков, расположенных в виде полукруглой пилы. Ими пьявка и прокусывает кожу, не причиняя при этом особой боли. Иной летающий кровосос жалит гораздо сильнее. Медицинская пьявка применяется в медицинской практике при лечении гипертонической болезни и атеросклероза. В Е-слюне содержится белок герудин, препятствующий свертыванию крови в сосудах и образованию тромбов.